Слова Всевышнему. Меня поддерживает, когда я говорю слава Иисусу Христу. Иисус Христос это Спаситель Мессия. И написано, что никто не приходит ко мне, как только через Отца. Всякий, кто призвёт имя Господне, спасётся. Так как я проповедую жизнь на земле, то абсолютно верно, что Бог слышит всех, кто к нему обращается. То есть кто молится в Буде, конечно, Бог слышит. Кто молится к Аллаху, Бог слышит. Это разнообразные имена единого Творца. Почему Бог поделил Вселенную на разные религии? Потому что Богу угодно, чтобы в конце времен открылась одна истина, которая привела бы к нас в поклонении Святому Творцу. У меня есть желание примирить все народы и желание мира не для того, чтобы я жила и не погибла в этой войне, а для того, чтобы все жили вечно, чтобы все спасались. Жизнь и смерть во власти языка. Сегодня с утра мне преследует любимая фраза наших патриотов. Смерть москаля. Я не знаю, почему они так говорят, но я знаю, что по какой-то причине, и это уже в веках, русские презирают украинцев в массе своей. Факт налицо. Я не хочу, говорить общими фразами. Значит, когда я помогала своей знакомой делать ремонт в одной квартире, туда пришел мастер-строитель. И он рассказывал о своем сыне, который во время, это же было давно, это прошло 10 лет после того, как развалился Советский СССР. Так вот, когда была в Москве напряженная ситуация и когда танками расстреливали Белый дом, да, парламент, да, расстреливали танками. В то время наши еще украинцы тоже там служили в армии, да. И один из житомирян, молодой парень попадает в больницу в России. Вот. В Москве, да, вроде. И получается, что отец приезжает в Москву и наблюдает, как ухаживает за его сыном. Ну, известно, что он украинец. Вот. Ну, я не помню, сколько там период, какой прошел времени, но пока отец там собрался, пока узнал, что он в больнице, я не знаю, что там его задерживало. Но за ребенком, я говорю ребенком, потому что у него все дети, наших родителей никто не ухаживает. И раны не просто надноились, а там уже были череп. То есть, кто немножечко знаком с медициной, тот понимает, какой уход был за украинским солдатом, человеком в России. То есть, эта агрессия, она, этот шовинистический дух, он поражает настолько, что не нашлось никого на все больницы, чтобы ухаживать достойно за парень, чтобы он не погибал. Я рассказываю это для того, чтобы понять, нужно каяться русским или не нужно. Потому что я слушаю еврейскую, ну, еврейско-русскую, да, Эдельман. Историка, она, я написала у них комментарий, что кайся Россия. Да. Вот в этих вещах надо каяться всему народу. Она говорит, я не верю, что нужно каяться всему народу, что каяться должен человек один. Нет. Нет, это неправда. Это неправда. Никогда не грех каяться, никогда не вредно для человека, для человечества каяться. Может, человечество, оно будет всему каяться. Потому что кто-то ищет Бога, а кто-то смеется с тем, кто ищет Бога. В этом надо каяться. Потому что священники в православных храмах, они же говорят секта. Это ж их фразы. Это ж они решили, что они, самое главное, или что они решили? Они решили таким образом оттягивать людей от живого Бога. Секта. И вчера я ехала на велосипеде позавчера. И мне какое-то такое вот слово было, я аж опешила. Вопрос был в духе, а сколько будет тянуться война? И Бог показывает 30 лет. Ну я знаю, что есть 30-летняя война была в истории в 17 веке. И как раз только что смотрела видео Эдельман о войне. Ну и мне Бог просто показывает. 38-я минута. Я в видео включаю на 38 минуте и там сразу она говорит о 30-летней войне. Ну это война между протестантским миром и католическим. Ну в принципе очень плохо, что вообще война совершалась между христианскими мирами. Очень плохо. Это очень плохо. Я об этом кричу уже. Да православный мир начал воевать. Мы обвиняли в агрессии мусульман, а тут православный мир воюет с нами. И не знают, как становить ирана. Да. Ну мы находим покаяние. Мы находим покаяние в Боге. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями, духовными песнями во благодати воспеваясь в сердцах нашим Господом. Но сейчас такое время, что мы должны наставлять друг друга псалмами. И я вижу друг друга. Это Украина русских должна наставлять псалмами. Ну блаженные миротворцы. Жизнь и смерть во власти языка. Жизнь и смерть во власти языка. Да. Ну вот говорим, да. Не знаете ли, что тела ваши суть храма живущего во Святого Духа? Тела ваши. Тела ваши. Суть храма живущего во Святого Духа. Это обращение к всему человечеству. Понимаете? Русские. Ваши тела. Тела украинцев. Это храм живущего во Святого Духа. Я говорю о вечной жизни на земле. Я говорю о реинкарнации, последнем воплощении. И мусульмане говорят нам сейчас и будут говорить, наверное, много о последней жизни, которую Бог открыл в последнем обращении к человечеству. Вот. И давно открыл. Но люди почему-то не искали. Вот. Которого имеете вы от Бога. И вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божьей. Как можно прославлять Бога в телах ваших и душах ваших? Как? Ищите Бога. Все ищите. Я не претендую на истинную последней инстанции. Но послушайте. Бога, придите, воспоем Господу. Воскликнем твердыни спасения нашего. Предстанем лицу его со славословием. В песне воскликнем ему. Ибо Господь есть Бог великий. И царь великий над всеми богами. В его руке глубины земли и вершины гор его же. Его море. И он создал его. И сушь образовали руки. Жизнь и смерть во власти языка. Наши воины увидели на трассе, не помню суммы, разбитую машину, где ехало два пожилых человека, 70-летних. Они назвали их даже инвалидами. Там на машине было написано знак инвалид. Русские могли не знать, что это знак инвалид. Расстреляли машину. Погибли старики. Я верю в их воскрешение. Бог мне открыл. Придут эти люди на землю. Я верю в воскрешение этих людей. Почему я верю? Потому что Бог не было у него в планах войны. Не было у Бога в планах этой войны. Вообще-то в принципе не было. А почему она появилась? Надо искать. Всем. Всем можно искать. Потому что украинцы кричали некоторые. Не все кричали. Я твердо говорю, что я не кричала такого. Я не хочу вообще смерти. Поэтому война началась. Что украинцы кричали, что смерть москалям. Поэтому война началась. Серьезно? Значит, они кричали смерть москалям. Но не воевали. А русские начали воевать, потому что те кричали смерть москалям. Так кто безумец? Но если в истории передавалась вот такая вот ненависть, то надо кому-то каяться. Кому-то каяться. И нам тоже. Я каю сейчас за украинский народ, что они кричали смерть москалям. Я произношу... Ну, Бог меня ведет так. Я не знаю, кто поддержит меня в этом. Я буду каяться. Потому что жизнь и смерть во власти языка. Я не хочу проклинать никакого народа. Мне сердце болит. Я за русских. Потому что они тоже оказываются в такой нелепой ситуации. Ну, ничего. Бедность никого еще не губила, вы знаете. Жить в какой-то такой скромной жизни, но потом подняться духовно, это сила, понимаете. Мы сейчас будем оставиваться, а вы будете восстанавливать свою разрушенную экономику. Ну, и все благодаря Богу. Благодаря Богу. Благодаря Богу. Одному Богу. Понимаете? Бог один. Единый. Познаваете? Очень хорошая эта притча, 18 глава. Очень. Вся, полностью, полностью открываются. Многие истины. Я зажгла свечку в памяти тех, кто погибли. Но эта свечка не поможет. Поможет словам. Понимаете? Это уже как образ, как сила, как у нас принято. Я верю в воскрешение. Это реально. Это неизбежно. Вот. И я не хочу сейчас говорить. Ну, просто Бог показывает, что в России очень большие проблемы. Просто огромные проблемы. Поэтому я призываю всех россиян становиться на колени. Православная вера вас не спасла. Это я уже твердо говорю. Она вас не спасла. Потому что, как у нас видно было, как московский патриархат занимался не верой, а пропагандой, то это уже не вера. Там, где пропаганда, там нету веры. Я здесь говорю... Какую пропаганду я здесь говорю? Я говорю о вечности. Я говорю... Я не пропаганда. Что такое пропаганда? Пропаганда, в принципе, я так понимаю, это ненависть. Понимаете? Это не любовь. Это отсутствие любви. Вот это пропаганда. Понимаете? То есть, обратите внимание, если вам внедряется с ваших экранов русский, что вы лучше или украинцы хуже, обзываются... Ну не может в нации вся быть какой-то такой проклятой, как вам рассказывают. Такого не бывает вообще в принципе. Есть отдельное, знаете, в семье не без родов. Но такого не бывает, что все были прокляты. Вас обманывают. Вот. Хорошая притча. Десятый стих. Имя Господа. Крепкая башня. Убегает в неё праведник и безопасен. Перед падением возносится в сердце человека о смирении предшественных слад. Вознесло сердце человека. У Путина вознеслось. Он решил приструнить целую страну огромную. Но это падение. Кто дает ответ, не выслушал, тот глуп и стыден. Дух человека переносит его немощи. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Кто подкрепляет пораженный дух? Слава Боже. Сердце разумного приобретает знания. И ухо мудрых ищет знания. Жребель прекращает споры и решает между сильными. А злобившийся брат крепкого города не преступни. И ссоры подобны запорам замка. Вот это злобившийся брат. Украинцы, да? Они не воевали против русских. Это русские напали, да? Вот и злобившийся брат кто? Украинцы. Вот они кричали смерть врагам. Это уже в веках эта фраза. Это же не мы сочинили. Она давно звучит. Почему? Есть какая-то ненависть. Почему? Может, это ответ на ненависть? Но мы же не объявляли войну. Сколько тянется этот конфликт? Мы же хранили как-то минские договорённости. Были послушные нас расстреливали. Когда объявили перемирие, то что сделали русские? Завезли бетон и укрепление сделали, да? На территорию. Ещё больше продвинулись. Вот и вся правда. Было такое. Были лукавые русские планы. Лукавые власти. Мы хотели мира. Ну вот и Слово Божие. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города. Понимаете, почему русские нас не могут взять? Потому что мы озлобились. Мы озлобились, понимаете? Озлобились. Это люди уже не боятся ничего, понимаете? Кто озлобился вот так вот против неправды? Тут не боится, не прячется, а выходит без оружия против врага. Вот это озлобившийся брат неприступнее крепкого города. Поймите, это Слово Божие. Оно живое действие. Объясняю русским, что происходит сейчас. Простите нам, чтобы смерть врагам. Но мы говорили, но не убивали. А почему это произошло? Надо изучать историю. Наверное, лукавство. Наверное, не выполнялось обещание, да? Обещалось и не выполнялось. Есть такое у русских? Видимо, есть. Смерть и жизнь во власти языка. И любящий его вкусит от плодов его. Кто нашёл добрую жену, тот нашёл благо и получил благодать от Господа. Так что возвращайтесь, дети Божьи, к жёнам своим и не выходите больше на войну. Уповайте на Бога. Он всё совершит. Не бойтесь. Просто не бойтесь. С мольбой говорит нищий. А богатый отвечает грубо. Вот власть богатая в России отвечает грубо, да? Запугивают. Те не хотят воевать, солдаты. Они их запугивают и грубо с ними ведут себя. Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Да? Получается, сейчас нам, друзья, не братья русские, не братья белорусы, да? Хотя белорусы уже добровольные, добровольческие батальоны создают, чтобы нас поддерживать. Что же Бог хотел мне сказать? Тридцатилетняя война. Написано, мои пути, не ваши пути. Бог говорит, значит, что-то есть. Что-то есть в этой информации. Что-то Бог хочет нам объяснить. Огония православия. Будем искренни. Бог оценил имя своё. Нет. Он оценил слово своё. Понимаете? Вот слово. Мы разумные люди. Мы все учимся. Приобретаем знания. Бог сотворил все. Везде учатся. Во всем мире уже люди умеют читать. Нет такого народа, где бы люди не читали. Читайте Библию. Мы готовы к вечности. Будьте благословенны. Библию. Не знаю. Продолжение следует...